Привет, ребят. И вот, наконец-то, вышла третья сокровищница из боевого пропуска. Но Габен высосал всё, что можно из кошельков работяг и денег на левелы уже просто нет. Не беда. На тесте дроп падают сокровищницы даже из кейса за 9 рублей. А также у них доступен кейс, из которого просто сыпется имморталки из третьего сундука. Поспеши выиграть третью сокровищницу и кучу других наград, а именно Бэби инвокера, Голого акса, Рошана ценой в 50 тысяч рублей, чтобы у тебя было ещё больше шансов, держи мой промокод REBEL на 15% к выполнению баланса. Также ты получишь бонусом холянный кейсик. Тест и дроп. Шансов больше, чем у Габена. Привет, ребят. Сегодня я буду играть на SkyMagic. Вебочку я вот подрубил. Вышел новый рейтинг, точнее, обновление матчмейкинга, где теперь соло ммр равно пати ммр, где есть поиск про лям. Об этом я говорил уже миллион лет. Говорил, что тогда дота станет интереснее. Наконец-то сделали. Но уже в первой же игре, где я играл, Леон за меня сказал «Уй, ты берёшь ромбера, если ты написал саппорт!» У меня хард саппорт, значит, я иду в хард. Я говорю, мы же нет, хард саппорт — это пятёрка, а я четвёрку взял. Пойдём, потеряемся. Я сейчас перезапрошу с SkyMagic, хочу поиграть на SkyMagic просто и рассказать вам вообще про его механику на четвёртой позиции. Редко я беру SkyMagic на четвёрку, потому что, ну, объективно, он силён. Это факт. Батьям спектра огромная. Объективный SkyMagic хорош, он мощный. И он интересный герой. У него много функций, у него много возможностей. Особенно мне нравится то, что именно у SkyMagic такое количество... Надо пробить дальше спектра. Ну, шейкер заберёт, а я спектру пробью просто, ничего страшного. Пойду просто побью её немного. Прикольно. Ну, вообще, по-трубьём. Иди, иди, иди. Ладно. Ну, смысл? О, хороший в спектре. Вернулся. Кстати, сборка такая для меня, ну, на мой взгляд, самая лучшая. Когда вы берёте одно Klarity, не берёте реген, вы просто тратите всю ману, потом идёте всё и сидите. То есть у вас много тычка сурки, у вас хороший реген маны, у вас хорошее количество маны. То есть, ну, сам по себе это крутая сборка. Пока не будем ничего юзать, пока не перезарядятся шмотки. Буду просто подтычковывать сейчас. Надо, кстати, с кусов всё время пытаться кидать скиллы, скиллы, потому что, когда вы кидаете скиллы из кустов, стики не заряжаются оппонента. Фиссуру кинешь? Ёбаный в рот! Хуеть, мужик. Такого я не видел. Ну, бывает, ничего страшного. Все мы ошибаемся, правильно? Хотя бы не хард-супор. Распокойтесь, всё нормально. Чё за хуйня, блядь. Бывает, мы же, бывает. Чё это было, блядь? Да, бывает, расслабься. Я говорю, успокойся. Главное, чтобы не хард-саппорт. Ну, блядь. Возьмёшь хард-саппорт, а ты твари ромера возьмёт. Да ладно, ваше ставить кэри, без фарма. Хуй знает. Я, наверное, пойду сдохнуть, башня, заебало жить. Поригенец немного. Так, надо ещё поразмениться, хп попить нулик. Так, чисто, хп потеряю. Я стал, взял, чтобы потом спитри не дать блинк и знать. Ну, это нормально. Транквиллы такие быстрые. Ну да, он же ФБ сделал, он же сделал. Да, он ФБ сделал, поэтому Транквиллы. Всё, хп потерял, отлично. Теперь нужно ходить сдохнуть. Ну, а может и нет. Потому что они меня видят. Большое место. Вы тратите всю ману на линии, а потом просто бежите либо на базу, либо вот от этой башни сдохнуть. Если вы играете за тьму, то вот от этой башни. Подрались, потратили ресурсы, выбили с противника. Ну, у неё нет тангусов, тут цемка строкилла, но это без разницы. Асалям челнусул экспо. Обычно играть через первый и второй. Но я сейчас хочу новость билл потестить. Это замаксить первый и взять типа 4-1-1-1. То есть мне такая сборка нравится. Либо играть с Миллени в однёрку и с Алисом в четвёрку. Так играет Снэш, и это очень интересно, стиль игры. Снайпер отключился, паузу поставим. Скаймак сейчас очень сильный в дате. Вообще, он сам по себе один из сильнейших героев в этом патче. У него талант на экспу, который позволяет комбэкаться даже с плохой игры. У него огромный килл потенциал на линии. Единственное про... Единственное у него минус, что если вы на линии не убиваете, вы очень сильно проседаете. Вы максимально проседаете. Короче, Скаймак без киллов это говно. Вы должны брать Скаймака либо под линию, где можно убивать. То есть с каким-то шейкером, который в фиссуру не попадает. Фу, блядь. Либо брать Скаймака в игре, где вы будете точно приходить к тому же самому триплой и этот триплой убивать. Ребята, смотрю, да, ну приду я сейчас в бот. Скажем, там Леон, ВС Сала с сапогом и Снайпер. Ну, типа, Снайпер, Леон. Ну, нормально, я мог бы убить, но я убью там в третьем левеле. Я сейчас сделаю тупо, потому что пока откатится, а потом еще новое сделаю. Моя сборочка, кстати, есть в доте. Ее можно посмотреть, вот, Шипс. Это я, это я, парни. Можете выбрать ее, поиграть. И хорошая сборочка, 163 тысячи игр, даже более вызбранная. Ну, типа, она обычная. Тут, видите, тут немножко другая раскачка, вот тут. Но это по-разному. Я сейчас взял три мантии, терклеточку и две ветки, потому что статов в сумме больше дает. В соло получил экспу шокер. Делаю тп в топ. Ну, я не сразу же делаю, потому что нужно, во-первых, порегенеться. Во-вторых, пока я делаю тп, накапываю деньги на кларите. Я куплю кларите, и теперь уже можно побить немного. Лучше побить спиктру, потому что регену не осталось, а стик не особо помогает в такой стадии. Нормально, я убью его. А, ну, Семка тут рядом. Да, даже если то, что я его не убью, это уже нормально. Пытается блочить свою жизнь, типа, отдавать, но это без разницы. Я выделил много ресурсов. Нет, наверное, соло было ошибкой. Я просто соло нужно брать под шейкера, потому что он нажмет стан, но... Была ошибка, соло это ошибка, объективно. Нужно было играть через второй скилл, я не знаю. Ну, я ошибся, бывает такое. Шейкер все равно не попал, а я кнопку не то прокачал. Anyway, с виктора на линии поела, потому что... Ну, она сделала килл на шейкере, она там... Но она без ресурсов, она просто вообще не фармит на линии, у нее нет ресурсов. Причем, я сейчас готов поспорить, что она придет на линию максимум с тремя тангусами и флаской. Максимум. Эти три тангуса фласка выйдут у нее за минуту. Через дисперсию. Так, может, ты найт последним, да, мужичок. Мужичело. Лимончелло. Плохо, конечно, что я экспуту поварую, но... Видишь, видишь, миди, мужик? Там просто у тебя за спиной цемка стоит. Сейчас я беру замедление. Сколько у него интересного религена будет? Три тангуса купил, ну, ты говоришь, вся суть его. Три тангуса купил, парень. Надолго тебе хватит, мужик. Грибов специально переагрил, потому что спектрой добивать под башню грибов тяжело. Плюс он еще и без топора. Ну, понятно, почему нет возможности у него без топора. Фессура была. Да и ладно, без разницы. Ну, все, он не фармит. Держи, мужик. Далеко идет шейкер, ну, типа без причины тратить столько хп. Ну, в этом нет смысла. У тебя все очень круто на линии, ты можешь просто фрифармить. Ужасный вард, его видели. Насчет саппортов, кстати, очень быстро ищется игра. У меня нашлось там буквально 7 секунд. И я на 100% уверен, что на таком герое, как с Хаймак, аппати ммр легче легкого. Вам вообще думать не нужно. Постояли на линии, покидали глубей. Купили пару нуликов, получили экспу, сикстой пошли ебать. Ну, если вы еще делаете скиллы, то еще легче выиграть. Но без скиллов выиграть чуть сложнее, то тоже можно. Без скиллов просто нужно акцессировать внимание на экспе. Чтобы вы не... Вот не было такой ситуации, когда тиммейт фармит, а вы ничего не делаете. Потому что если вы даете всю экспу союзнику, вам будет сложно по игре. Ранний старт на скаймаге важен. То есть старайтесь... Руны в боте позабрать в баунте. Старайтесь раннюю экспу всю пылесосить. Я сейчас, видите, у меня плохая непоказательная игра, потому что я всю экспу отдаю шейкеру. Ну, это имеет смысл. Он получает экспу, а у меня... Я просто не умираю, у меня много фарма. За счет того, что у меня... Ну, я не умираю. У меня нормально. У меня 6 днаев. Твиттера не фармят. То есть мы на него поиграем, а сейчас спектра просто не сможет подойти. Вот, он третий левел. То есть нормально подбиваем. Нормально. Мы просто прогоним его. 8 стиков, но нам похер. Типа, ну и есть все стики, и шо. Еще в идеале, сказать, на скаймаге вот сюда такой вард ставить, чтобы видеть компоненты. Даже так и сделаю сейчас. Еще кларити куплю сверху. И что? Там же не пройти вроде. Не попал станом. Я зря развернулся, потому что меня Семка убьет. Но меня убила Семка, не спектра. В спектре все равно нет ресурсов, она не получает киллы. У нее вообще ничего нет. Она еще и сдохнет. Великолепно. Да, плохо, что я умер. Это неприятно. Плохой старт. Ну, вы же хотите ли играть с плохих стартом? Вот такая игра. Шекер 2 килла получает. У него 5 левел. Да, я проседаю очень сильно. За счет того, что я супер много отдаю ему. Супер много отдаю шекеру. Ну, не думаю, что это плохо. Потому что спектра тоже ничего не получает. Все время подбиваем. Он, кстати, играет через... Третий скилл макшен, дисперсию. Сало дело, типа, какое-то непонятное. Семка дело, только типа... Или что? Серьезно? Мне показалось, что это моделька сайленсера была. Не знаю. Напишите в комментариях, вам тоже показалось? Или только у меня такие брейнлаги? Шестой я получаю. Еще он, мим. Сука по маню. Ну, так, говорите, отпиться немного. Был ты... Да, хороший фиксер. Того-то ударил, бро. Просто трачу всю маму. Я килов не получаю. Это отвратительно. Но сам факт того, что спектра имеет 0. Максимальный 0. У него ни ресурсов, ничего. Ну, да, сбил мне клайк. А, он даже кларите не сбил, не попал мышки по мне. Стики ульт? Что-то ты засал, мужик. Сейчас он подойдет поближе. Не поймем, хочу шепачку. Ну, вот так вот. Да, нормально. Ты тоже жрет говно, парни. Максимально. Минимально. Ебачо я вначале сделаю, до сих пор ты забыли. Да забей, похуй. Смес и будет, блядь. Понимаю. Так, два к всем атрибутам, или выйти в очередной 0? Я выйду в 0 плюс кларите. Сейчас нажму смок и выйду в мед. Блядь, он потратил фрикадельку. Ладно, бегу в бот. Интересно, я расскажу, что ли он? Нажму смок, дабы быстрее бежать. Вообще, можно в топе убить. Че я ухожу? Шейкер сейчас как раз появится. Шайн, выпей на шейкере, и потом придем и снова убьем. Че за скатра? Да он, да он. Успокойся. Бывает. У тебя фласка аркана есть, похуй. Пойдем. Не трать только арканы пока. Понятно. Чтобы мне ману потратить, восполнил. Ну так чисто ману потратил. Нормально. Убиваем с него, пусть возит серий ген на линию. Все, он не фармит, нихуя. Надо см-ку прийти и фокусить. Чтобы выиграть, надо вот всю игру так с ней играть. Ну да. Но саму прав, да. Это бесит. Дашь и суров. 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 Бля, то, что он тд максит, это плохо. Неудачно вышло. Замедлил его. Давай. Мне важно было килл. Парни, запомните правила. Если вы играете на Sky Magi и у вас есть возможность забрать килл, забирайте смело, даже не думайте. Вообще. Килл забрали, все отлично. Потому что в этом суть саппорта. Вы за счет ранних киллов вот этих начинаете очень сильно сноуболиться и ебать всю карту потом. Если вы киллы не забираете, вам будет сложно. За счет ульты. Если у вас ранний шестой левел, то ульт есть смысл брать. Если нет, то профитнее взять либо замедление, либо Ancient Seal. Если вы играете через макшен и второй скилл, то ульт обязательно брать. Я, поскольку играю не через макшен и второй скилл, мне профитнее усилить первый. То есть я, получается, беру нулик, 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 нулик стики. И потом сделаю либо транквилы, либо сапог и выйду в травла аккуратненько. Либо игра плохая, делаете обычный сапог. Игра хорошая, делаете травла. Игра средняя, делаете транквилы. В этой игре плюс-минус средняя. Такая вот, средненькая. Поэтому я сделаю транквилы. То есть я сейчас делаю, получается, нулик уже готов. Нулик доделываю. И потом делаю, получается, стики сначала грейженные, потом сапог. Я линию запушиваю, за рунами схожу. Мог бы рукой давить, конечно, но... Покс. Так сказать, Покс. Надо стакать от леса, чтобы спектра не могла его фармить. Потому что там только цемка сможешь нормально зафармить его. Ну, она не душает. Липа, не крутитесь. Он без второго скилла играет. Он без второго скилла играет. Да штанчик. Забери руну. Хорошо. Ой, плохая офисера. Не душа, даже если... У меня 200 хп. У меня было 253 хп. Сколько он щел... Сколько у Акса первый скилл щелкает? Сколько у Акса щелкает первый скил? У меня было 255. 250. У меня было 253 или 255 хп. Это настолько удача. Настолько прям... Обстечение обстоятельств крутое. Мне очень понравилось это. Не спеймить с ТП Хацана. Ну, ты ему как круто сделала, кстати. У гостей делает... Ну, я его не убью. Ты знаешь, что хайтер. Я буду усилять первый скилл, поэтому беру салу. У меня два двойка. Слишком много уронов с нуликами. Тяжело тысячу рассчитать. Смотри, линию пушить или нет. Я думаю, что вроде бы должно поехать. Хочу, мы нормально лес фармить. Смотри, ты пахнет сон или нет. Нет, отлично. Значит, я пофармлю мид и пушу. Такие моменты, знаете, вот не все их прочухивают, но... Если понимать, типа, там, когда забрать линию, пофармить, когда нет. Это нормально, забирать линию, ская магия. Блядь, ошибка. Я хотел голубя кинуть, но потом подумал, что слишком жирно будет. Так, раз, два, поехали. Бегу в топ снова. Шекер умер зря. Ну все, у них ничего нет. Все нищие. Мигера нет у тебя. Есть танчик. Бэм! Хорошие парни, молодцы. Нет, спектр вообще ничего нет. Она 1-3, у нее просто... Изо рта говно льется. Хорошие парни. Хорошие парни. Хорошие парни. Ну, тп есть, бот. Дело тп будет. Давайте разберем сало. Как я говорил, макшу голубей. Отойду, чтоб не загорел. Нормально парни забирать скиллы. Шайн, шайн, шайн. Снайпер, подойди. Нормально забирать ранние киллы. Это важно. Беру транквиллы. Жаль, нет эмотов. У меня, я что на этом аккаунте, я на скамаге вообще не играл. Это не что, мой смурф. Сейчас качаю смурф и прокачаю его до хптс. Может, буду в пати даже играть с людьми, чтобы апать ммрчики. Плюс людям приятно. Сейчас эти голуби в четверку убивают дальник из одного голубя. А, ну, этот смита убирает, если у тебя там девятый левел. Саппорт не убивает его. Ну, anyway, голубь в четверку слишком маленький, да? Там 4 секунды, да? 2 секунды, 4, это... Ну, смысл, ты кидаешь голубя, пробегаешь, а потом еще даешь тишку, еще голубя. 2 секунды, когда это очень мало, это очень круто. Хватит, раздебем их. Опять же, с этот, сайленс я юзаю прежде всего для амплифай дэмэджа. То есть для увеличения урона. Вот, насчет голубей макшеных. Вы просто бежите и заебываетесь этими голубями. Насчет мэса с тронпилами, чел просто не убегает этих голубей. Они просто летят нон-стоп, летят нон-стоп. Надо сейчас... Все, отлично. Блядь, не попал, ну, тут упадут. Держи, брат. Майор. Могу взять замедление в двойку? Плохим я там вроде не убиваю. Ну, типа у меня ульты нет, я без ульты на этом герое. Кстати, у меня книжку скоммунизили. Потому что... Ну, это плохо, потому что у меня есть лан на экспу очень важный, которого нужно как можно скорее достигать. Ну, уже плохо. Как говорится, нет смысла говорить о том, что уже произошло. Какая дальность неприятная. Что-то я хочу. Что это такое? Помоги мне. Я дал сайленс в тройку, в двойку. Мне успеют ульт нажать. Ну, типа, молодец, убил саппорта, поздравляю. Спектра прилетел на саппорта, поздравляю. Окей. Будем считать, что вы молодцы. Насчет шмоток. Я люблю очень каю, она очень приятная на дэмэдж. Прямо ты чувствуешь кайф от нее. Минус в том, что она не дает какой-то визабельной способности. То есть, к примеру, пока шаганим, у тебя сразу же две ульты. Что это, блядь? Ты сдохнул. Дунай, крипа, нас напереду. Дунай, крипа, брод. Дунай, крипа, ты ускоришься. Привет, что я все лучше получил. Просто целый лава лапнул. Так, рановато еще брать ульт. Ну, именно так, комская магия. Рановато брать ульт. Ванной лагер. Да, боже, гизалагов решил крипа не дунай. Можешь за баунтосом бежать. Бежать. Вы хотите бежать? Короче, если вы можете купить фаст аганим, то смело покупайте. Аганим, фаст и всегда хорош. Пострайк будет, смотри. Хорош, бро. Еще реген. Хо-хо. Спасибо, гаван. Спасибо. Thank you, man. Знаете, может быть, сейчас тоже такая... Отход от того, что я, типа, записываю, рассказываю. Сейчас начал снова заниматься спортом. Потому что раньше я занимался перерывом. Перерывом сейчас решил серьезно это взяться. Почему? Потому что познакомился с таким человеком, как Виктор Симкин. Думаю, многие про него слышали. Ну, если не знаете, погуглите Виктор Симкин. Оказывается, он смотрит мой канал. И, типа, решил мне предложить помощь. В общем, чувак... Так, он молчил. На страйк еще один нужен будет. Да и не надо, отлично. Тоже можно взять уль, чтобы на двенадцатом тоже ульзять. Увы, не донай был. Аркан, нажми перед смертью, дай ману. Найс. Я сделал фаст аганим. Его можно купить в этой игре. Прям реально. Снайпер кашляет. Ну, пох. То есть, видите, просто бегаете и убиваете. Все очень просто. Я подхожу. За счет первого скила тона демеджа входит. У меня блинк или что? Пробоят бежать. А у нас снайпер пока? Только что. Давайте поддержим. Ну, видите, они пытаются меня убить. Но у меня, во-первых, огромный левел. Еще таланда экспы сейчас будет. Во-вторых, сам факт того, что у меня герой такой. Типа, очень легко он меня играет. Мозгов много, не надо на саппорте. Пришел. Покидал голубей. Убил пару раз. А если не убил, просто продолжай фармить. Главное не умирать, парни. Когда вы не умираете, деньги капают. А спектра фарм. Когда вы умираете, вы фидите. Старайтесь не умирать. Просто покидали голубей, отошли. Покидали, отошли. Только чекайте ресурсы, чекайте стики. И микромоменты делайте. То есть, ты можешь из леса давать тычки на скай маги. Ты можешь чекать по карте. Так, будет хаунд спектрить, нужно тэпау делать. Прямо сейчас. Я забыл. Хорошо, что пауза была. Я сейчас умер от спектра. В итоге я сейчас сделал дэпау, а то она жмёт хаунд и не убьёт меня. Доставайся в фотоаппараты. Очень прикольная тема с рангами. То, что придумали. Теперь ты можешь иметь 3000 и поиграть с своим другом 5000. И в сумме вы будете играть на 4 и вы будете обапраться. Это для тех, кто говорит, что я играю хорошо, но я умирю не поднять. Ну вот, теперь ты будешь играть в пати и показывая, сколько ты играешь хорошо. По-моему, это круто. Есть еще вариант купить блинг, но в этой игре он не очень. Он хороший против эмбра, фастом, если у омбера нет какого-то юла быстрого. Я бы без снайфера выиграл, на самом деле. Бля, ну я не успею сделать. Он не стал жить хаунд. Ладно. Мог просто жить хаунд, я бы так-так умер. Ну ладно. Извиняюсь. Есть вариант купить как снэш лотар, но лотар хорош на всех играх. Его тяжело реализовать на 100%. В основном Смиде нормальный. Не-не-не, кая-кая-кая. Вообще без вариантов. Кая, типа, очень сильно item. За свои деньги это интеллект. Уменьшение расхода маны. Урон способностей. Что еще нужно скаймагу? Стоты? Ну, стоты в будущем проделываются с аганимом. Поэтому мне нужно 13-й получать. Уж 13-й. Хекс быстрый лол. Ебать он нам, кстати, быстрый будет. Я подхожу, подхожу, подхожу. Он долго еще останется на катапульте. Готов. Начинай, начинай, начинай. Я разведу, но не месяц санусом. А, так вот. На ее палкур свой парень. Не, очень нравится макшен и голуби. Слишком быстро летят. Слишком быстро голуби летят. Слишком приятно играть. Типа, это не передаваемое ощущение, когда я просто пам-пам-пам-пам-пам. Как как будто на хускаре играх. Обожаю героев, которые прям спамят способностями. Сладкие, когда лопаются. Про что он? Они такие сладкие, когда лопаются. Хлопли какие-то. Так вот, я не договорил про Симкина. В общем, сейчас начал заниматься. И я понимаю, чем мне хватало раньше в контенте. Ну, в ближайшие пару дней в контенте. Пару месяцев в контенте. Я не мог трезво мыслить. Каждый, ну, у меня были какие-то депрессники. И расстройства. Умаре. Купо-то пехнулся. Какие-то творится. Просто разъебка с кай-магом. Ну, как, я тут не супер много участвую, но все равно. What just happened? Снайпер вышел. Ну, что, перезарядка, я очень силу. Если взять перезарядку, Сталин сбыть без кд. То есть, вы нажали Сталин, он длится, а потом вы снова его кидаете. Но мне больше нравится Арканболт, потому что в лейте он намного сильнее. Второй Арканболт. Акса, блин. Хочу нажать Шайн. Вообще, по сути, я могу убить. Потому что, блин, конется наверх, я убью его тут. Давай. Мужик. Блинк. Что-то, дован. Хорошо, сейчас я сделал, что я вернулся. Ну, это было необязательно, ну, правда. Я играю на SkyMage и в саппорт. Ну, дай мне хрипа. Дай мне акса. Вот, сука, крыса. В общем, по кайфу. Спорт очень сильно голову освежает. Ты, вот знаешь, ты можешь сидеть и подумать, все заебало, как все устало, как ничего не хочется. Хочется спать, есть, срать и подрюнькивать изредка. И, понимаешь, уже в первое утро, когда просыпаешься рано, встаешь. Я просто прошелся, там, в районе 11 километров пешком. Ну, это 2 часа. 2 часа, минут 10 еще сверху. Просто прошелся, и я уже понимаю, блин, вот даже банально, даже не спорт, просто движение. Охереть, как освежает голову. Вот я иду, слушаю музяку, думаю, типа, а вот что бы записать? А что бы сделать? А что бы, может быть, куда вложиться? Чем заняться? С кем пообщаться? С чего начать? То есть, ты идешь, и ты просто думаешь, как давно вы общались сами с собой? Как давно вы садились, вот прям вот, и просто говорили, типа, приедем, типа, там, у меня Валера, как ты вообще? Я вот с внутренним голосом не общался очень давно. Уже месяца 2. И вот сегодня, первый день, когда я с ним пообщался, он мне там рассказал, что нового. В общем, я понял, что движение, активность, именно физическая активность, ты не можешь быть физически неактивным и успешным. Мэйби, есть исключения, например, тоже инвалиды, да? Но я уверен, что если бы тот же самый Хокинг был бы спортсменом, ну, то есть, занимался бы, там, спортом, двигался, развивался бы, вот, ну, развивал свое тело, я уверен, на 200%, что он был бы еще успешнее. Потому что он гениальный человек, великий человек, но... Да ты заебал, мужик. Просто столько киллов уже своим членом украл. Каменном. Не знаю, слишком легко играть на... Скаймагия. Герой суперлегкий, герой суперинтересный. На него очень легко реализовывать его шмотки. Купил одну шмотку, бах, пошел, реализовал. Что-нибудь за шмотки. Похуй. Пойдем, не? Да нахуй, давайте ломаем немного. Нажми, лакарь, тяните на пульт и бейтесь. Вообще, мы не знаем. Шакс ворвется. Я салу, нажму ему, если увижу. Дай в лакарь, тик на пульс. Кд. Давайте отойдем, отойдем. Ну, хуй знаю, так, сошибся, можно было убить, но она. Похуй. Там просто нет хаунта, ничего нет. А, химикан. Давайте шрайны заберем. Потихоньку, тут говно все. Ну, как потихоньку, игра потихоньку против алхимика. Будем прижимать. Смитро фарм. Смитвардом, блядь. Ну, что, тренгвардом, инспектори, да. Это позволяет тебе ранние файты принимать? Но, по-моему, рану файтов это вообще ничего не дает. В лите это бесполезно, для фарма это бесполезная шмотка. Ну, да, она и тириген какой-то, и тд, но... Я худку. Блядь. Ладно. Пайп точнее. Так, вот сделаю. Надо кому? Да, да, да. Забирай другую рову. Смотри, петух, что так называешь с меня? В общем, не знаю. Пришел, свежая голова, сейчас сел за комп. Ну, я пришел, типа, давно. Я встал в 4, сейчас 13.20. И я уже давно сижу за компом. Я успел на мэйне сыграть несколько игр. Неудачные, правда, были, но все же. Я успел спортом позаниматься дома, типа, просто там, упражненьки поделать. Подумать вообще над жизнью. Сходить в магазин. То есть, у тебя есть время, и у тебя есть сила. Энергия порождает энергию. Если ты сдаешь энергию физическую, ты получаешь энергию в мозг. Слишком приятно жить. Я не знаю, я дурак, то, что не занимаюсь, не забросил заниматься спортом в старые времена. То есть, раньше, кто не в курсе, 9 лет занимался баскетболом, и прям по-серьезски занимался. Я хотел с этим жизнь связать, хотел в профессиональный спорт уйти. Сейчас понимаю, что, типа, вот именно так же кранч заниматься не стоило. Ну, знаете, там, типа, спорт высоких достижений, все вот эти крутые вещи, которые, там, мечтаешь о популярности, о развитии, о величайшем уровне баскетболиста. Мечтаешь быть, как Джордан, типа, делать очень много. Сосрак есть бот? А, меня двоем убивают, я понял. Я бы убивал в соло бы. Да не, я, типа, может, даже в соло убил бы, но там алхимик. Ну, в смысле, что, я дим? Я два кора ищу. Не, будут два героя, мужик. Два кора. Из-за этой аксы забрали. Я с опором. Уходите. Нормально, минус бкб, отойдите. Великолепно сыгран. Да, они хорошо шмоткивают. Насчет того, как контрить пайпы, блэдмейл и прочее, я тоже расскажу. Блэдмейл контрит с хексом, чел не нажмет его, скорее всего. Блэдмейл контрит с, если вы бьете другую цель. Да не, успокойся. Снайпер, это тяжело. Давай, я соберусь просто в лейд. Главное шмотки продать. Жаль, что он вышел. Куда он там вообще выйдет? Я вышел уже. А, будущий мёртк мне тебя продать. Да, это жёстко. Дэээ. Девочку, девочку. За хвост. Бегу к команде, сам продам шмотки с нупиком. Можем разъебать их тут на хг, если поднимаем. Да я сдох. Нормально. Совершенно. Отлично. По левелу, кстати, забавно, да? То есть, я только что был один из самых лоу-левелов. Купил просто книжку, взял талант. Бах, всё есть. Там еще, там у алхимика сейчас есть блинк плюс БКБ. Получается, мне на него нападать не вариант, и от него убегать не вариант. Получается, единственное, что мне сейчас нужно, это хекс, чтобы не дать ему нажать его кнопки. Да, ульту и второй скилл относительно недавно сделали, ну, в последних патчах, что она и работа крипов. Тем самым, вы можете, не боясь, вал идти, отпушить линию. Почему не боясь? То есть, ну, вы нажали ульт, и вы не показываете на карте, вас не видно. Не видно, откуда вы ульт нажали. И отойти. Она регенится, появляется относительно быстро, поэтому это круто. В этой игре я возьму дополнительный магический урон от третьего скилла. Не просто так. Обычно я беру дальность. Почему я так решил взять? Потому что я буду с хекс пытаться цель 1 убить. Влетишь в этого чела? Можем зафуксить его быстро. Если ты поможешь мне со станом. Угу, ждем. Могу фиссуру дать. Нет, без вариантов. Но же ты именно влетал в него под катапульту. Просто я не убью его без стана. Вот, смотри. Давай. Хорошо. Вообще, без вариантов там было только так нападать. Надо ебануть, ты один забрать в боте. Каким-то чудесным образом. Да, Леон, засеивать. Да, гоним слишком сильно. Это надо скаем. Я бы сказал, the most сильный. Вот. Ты ебаный шекер. Я встаю. Пойдем. Там трое. Не уходи далеко. Можешь одну цель сейчас подловить. Типа, одну цель мы быстро убиваем. Не показывай, что может быть вар. Бля, зря так идешь. Но. Нужно, чтобы как я справа держался. Если там вар, то нас можно было видеть. Все, у меня видно было, как я заходил. Ну и по-любому тварь стоит. Ну и по-любому тварь стоит, они нас видят. Дашь в него, дашь в него кнопки. Все, отойти, у меня маны нет. Маны нет. Почти. Скаймак, видите, даже, ну, в лейте очень полезен. Понятно, что можно компайпами закрывать и т.д. Но против жирных героев его брать не стоит. Он же берется не на фп, как правило. Берешь на фп, ну, терпи, придумывай, что делать. Пытайся за хекс убивать. Начало выигрывать. Вначале нет жирных героев, практически. Даже антимага легко на линии забить. Ты вот пичкуешь просто и играешь через первый-третий. Ну, аж типа как-нибудь локером. Была бы баленка, либо кб, он бы тот выживал. Либо, если были бы ручки быстрые. Плюс я им сказал отойти, потому что у меня не было... Да не жестко, уже жестко. Не, просто я говорю, отойди себе, вы идете дальше. Ошибка. У нас, во-первых, меньше, а во-вторых, у меня маны нет, я ушел. А я очень много дэмэджа в драке вношу. То есть они почему-то все варды ломают, я не понимаю, как-то. Ну, какая-то цель убить. Вообще, да. И шесть. Что-то приятный герой, отмена для таких соло киллов. У них бакбашки просто сейчас. Ну, я хекс сделаю, он не нажмет бакб. У него бакбера есть хекс, если он первым может жмется, а куда-то... Светра нищая. Такс уже на хг стоит. Ох, не на него. Я подхожу. Золото берется, когда у вас очень мало денег, а урон, когда вам денег хватает, нужно добивать дэмэдж. То есть я взял урон. У меня сейчас талант на 25-м на урон от ульты и хекс. Я очень хочу это реализовать. Я сейчас нажму шрайн и нужно пойти по топа пиздеса. Еще нам нужны варды будут, чтобы мы видели алхимика до того, как он прыгнет. Если я его вижу, я захикшу. Или инвокер захиксит. Неважно. Шрайн, нажму обязательно. Все, отлично. Все, я иду в топ. Инвокер, не показывайся на крипах, пожалуйста. Они уже, скорее всего, в топе. Просто ждем. Да, заведи на хг 1 хорооо. Сейчас, хекс. Я проебал ману, парня, я на базу полечу. База привык, пешком. Наши две руны. Мишку я команде отдам, мне не нужно. Просто она, типа, нажал. Блин, ну я говорю, я пошел на базу, а они все равно идут драться. Убегайте, может, скорее, потому что сейчас если он алхимик нападет, он вас всех разъебет. Подождите меня, пока я бегу к вам. Аккуратно. Не сдохните, пока я бегу, пожалуйста. Кому книжка? Лену. Лен, подойди и книжку отдам. Блин, я хекс не смог прокликать, крипов много. С травланом инвокером. У тебя травлан инвокер, сделай тп бот обычный, обычный тп. Найс. Потом к нам вернешься еще. Мы тут постоим. Не пока остановим, они назад идем. Не надо. Они сами зайдут на мусорг. Просто тебя видно вот отсюда. Тут тебя видно не будет. Пусть драка с хаунта начнется, мы проиграем. Надеюсь, он не додумается до этого. Просто стоите тут на лестнице. А не кто-то из них да поднимется со временем. Они не будут так ставить. Ну, если, конечно, варда нет. Нет пушевого линия, только на лоне. Не показывается. Кто-то выйдет, по-любому. Кто-то выйдет. Не бывает такого, что не зайдет в свой лес. Эту ситуацию проходили и на мейне. Я на мейне миллион раз ее проходил. Всегда кто-то выходит. Главное, чтобы никто не показался тут. Это хуёво. Вот и он. Где же я, Финбер? Зря ты Финбер не нажал. Заряжал бы его лучше. Я специально оставлял его. Я могу попробовать. Я не уверен, что я выиграл 4х драки. Ладно, надо попробовать. Если сейчас не пробует, то хуже потом будет. Ну, вполне неплохо вышло. БКБ нет. БКБ нет, поэтому нажал ББК и ТП. Я бегу уже к вам. БКБ нет у него. Нормально. Отлично. Он еще все равно без ББК. О, без БКБ. Если он пойдет в драку, я разъебу его за Хекс. Смотри, смотри, смотри. Хорошо вышел. Подставился еще. Там вроде как БКБ еще КД. Хотя, может, у него кторин какой-то я не видел. Надо просто ехать сюда к КЛЕКСу. КЛЕКС. ФЛЕКС, блядь. Неужели. Я, долбоеб, не успел нажать кнопку. Я мог нажать, я просто не смог. Ну, типа, отказала рука. Такое бывает у дотеров, сами знаете. Сядет. Насколько скаймак саппорт в лейте мощный. Понятно, что он у меня денег не как у саппорта. Я уже как мидер по слотам. Но такой вот герой. Так. Саша. Каю Сашу. Поживай тут мейл. Найс. Добивай, ну добивай тут. Заряд не добил на инвокере. Ну ладно. Ну, у меня ты понятна база хуева. Чё купить? Усилить как-то атаку. Или силерами позачивай. Ты случайно видосы не снимаешь, где это было? Да нет. Чё ты взял? Голос похож на одного чела. Много такое говорят, кстати. Чё ты взял? Ну кого? Это роман, вид? Вот его удивление будет, когда он себя увидит. Так, я щас лотаром. Но лотар такой, кстати, хорош. Он позволяет первому напасть и не умереться. Ооо, как я мышки сексабельно навел. Мужик, убей. Парсав. Хорош. Я бегу, братик. Живи. Красота, чё не? Чей, да. Что происходит? Он, наверное, не против, лучший у меня лотар. Я отойду назад и в лотаре зайду на хг. Если там нет энтрей, то я их всех убью. Его, точнее, убью. Ну или даже химико могу убить. Да, я могу даже химико убить. Главное, не проебаться сейчас. Он может куда-то пахнуться. Но он, скорее всего, мин будет от пошива сейчас. Надеюсь, тут нет энтрей. Я думаю, мы их не убьем. Не-не, я хочу поймать алхимика. Надеюсь, там нет энтре. Если нет энтре, я уебу его. Я отойду просто. Он по-любому в центре стоит. Он как-то странно двигался. Нельзя алхимика показывать. Он у тебя прилетит по-любому. Он не пожалеет себя БКБ нажать. Кекс КД. Да и пусть. Типа я буду показываться только тогда, когда я увижу его. Я его вижу, тогда нажму вот так вот. Вот он. Ну да, я понимаю. Только там вся команда сейчас возродится. Вот эти луфи. Ладно. А что купить тогда? Я могу всегда гоним съесть, как вариант. Боже, у нас столько магии. Жаль, физического урона нет. Блэйд хочу. Да, это ошибка. То, что он ливнул, это прям провал. Ну, так даже интереснее играть. Лагает у парня, лагает. Постарайтесь хотя бы уроны забрать. По возможности. Ну, не успеешь уже. Там спектром. Ну, дайс. Чё за фарминг? Ну, типа... Я рефрешер вариваю, ты как? Мне кажется, да. Хуй знает. Типа две ульты ещё. Там там есть и бакабы взял. А чё ещё? Я в топе алхимику ебучишься. Ну, то есть, это бакабы нормально. В алхимике, я жду тебя. Да ты чё, реально слышишь? Алло, приём, выйди нахуй. Выйди из комнаты. Выбей с ноги дверь. Бать, они вдвоём отпушивают линию. Не-не, не надо. У нас ни у кого нет, кроме тебя. Если у тебя одного байбак есть, то похуй вообще. Леона подрезал. Забавный урон. Я спектр убил. Забавный урон. Я просто стёр её. Ну, там не объясните, я просто его стёр. Может быть, мы ещё какой-то дискорд сделать? Типа, съесть аганим, сделать сервер эйдж, дискорд. Я ещё хотел алхимику бить. Я ещё делал химика поймать когда-нибудь. Скоро он будет уже не таким сильным. Да, это правда. Я пойду постараюсь поймать. Я иду к тебе, аккуратно. Удалил из игры. Ой, это просто удаление прямого вперёд. Если курица ехала, это я её езжал или нет? Надеюсь, что нет. Ну, это пиздец урон с иблейдом. Бкб есть. Видите, я говорю, хекс контрит бкбшки. Давайте их ломать, мы их убиваем, но нихуя не пушим. Ну, я умеется любить. Ваши там уже... У вас есть физдпс, у меня не особо. Хоть это соло-герой, и даже если алхимика есть ббк, это нормально, вы должны убивать его. Если я спрыгнусь, постараюсь зафиксить. Всё, всё, давайте бить. Давайте-давайте, надо убивать его. Хорошо пошло. Я успел бы на реакции прокликать хекс. Я подхожу. Продлевай. Хуенный урон. Ну, там, видишь, у меня ещё талант на сало. Из-за этого ему хуёво очень. А, ну да. Там сало талант, там... Он удваивал, типа, или чё? Да-да-да. Он же ещё причём это, объявил это всем. Чтоб все видели. Уявляем, мужик. Двоёбывался. Быдло получает по заслугам. Карма. Не, на всё красавцы. Красивая игра. Надеюсь, вам оно понравилось, ребят. С вас хорошее настроение и лайкусик, возможно. Лайкусик не обязательно, главное хорошее настроение. Потому что, ну, если хорошее настроение, то больше ничего и не надо. Поэтому давайте, ребят, тоже удачи вам. Всего вам доброго по жизни. И не грустите. Выйдите из комнаты, займитесь чем-то в жизни. У вас всё будет охуенно. Хотя мы ещё не выиграли. По всему прочему. Давай трон побьём. Всё, парни. Теперь точно всем пока. Субтитры подогнал «Симон»